Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан и сегодня у нас реакция актёра и режиссёра Седрика Гегеля. Он будет делать реакцию на песню «Карагамай». Димаш посвятил эту песню, это выступление композитору Кенесу Дьюси Кееву, который скончался за несколько дней до этого выступления. Привет! Добро пожаловать на мой канал! Если мы не знакомы, меня зовут Седрик. Я актёр, режиссёр, сценарист и ютуб-реактор. И сегодня у нас Димаш. У меня такое ощущение, что я уже пересмотрел о нём всё, что только можно, хотя знаю, что это не так. Я к тому, что у меня такое ощущение, будто я уже видел всё. Но чем ещё он может нас удивить? Ему, по сути, уже ничего не нужно доказывать. Ведь он же просто такой, и уже добавить нечего. Нечего. Нечего уже сказать. Просто уже нет слов. Реально, у меня закончились уже все слова. Он просто нереальный во всех смыслах. Еее! Спасибо огромное за просмотр. Я дорожу каждым из вас. А сейчас пора закрыть рот на замочек, так как мы приступаем к просмотру. Это самая запрашиваемая песня Димаша. Это живое выступление, и мне не терпится на это посмотреть. Начнём. Это Игорь крутой? Предполагаю, что это он играет на пианино. Эти эмоции на его лице. Извините, но вроде бы кто-то писал мне, что эту песню он посвятил кому-то, кого он потерял. Это был его учитель музыки, преподаватель по вокалу, который скончался. И это душераздирающее. Вы можете увидеть эту боль на его лице. Все эти эмоции в его глазах, на лбу, во всей его манере поведения. Чувствуется, что это очень... Это как скорбь по умершему. Это похоже на оплакивание усопшего. Это какое-то глубокое чувство потери. Также я хочу быстренько пройтись по технической части выступления. Используется съёмка под голландским углом, что очень к месту, потому что можно охватить пианино, портрет человека на заднем плане, и Димаша в одном кадре. Это также рассказывает нам о чувствах самого Димаша, о том, что ему не хватает чего-то в этом выступлении, потому что в этом кадре нет центра, и поэтому это подаётся под другим углом. Это очень и очень мастерски сделано. Нет, это не Игорь. Красивая. Красивая игра на пианино. Перед тем, как Димаш продолжит петь, я хочу точно сказать, что это не Игорь за пианино. А так, респект Игорю. Он очень хорош. И этот пианист тоже славный. Ещё я хочу сказать, что звёзды на заднем плане означают бесконечность и вечность. Также эти звёзды заменяют аудиторию, которая там должна быть. Я полагаю, это было сделано во время пандемии, поэтому в зале никого нет. Также сцена окутана в фиолетовые и синие цвета, и эти цвета ассоциируются с утратой и холодом. Это я про синий цвет. А вот фиолетовый цвет обозначает любовь и жизнь. И в сочетании эти понятия, утрата и жизнь, любовь и потеря, это очень красиво задумано. И его голос такой успокаивающий, скорбящий и торжественный одновременно. Это очень-преочень сильно. Посмотрите в его глаза. Это так легко звучит от него. Я думаю, это ж так легко сбиться, когда ты под такими эмоциями. Видно же, что он полностью вложился в эту песню. Мне кажется, что он очень сильно переживает, и это можно увидеть. Это вдвойне сильно, когда он показывает свои реальные чувства, и это происходит прямо на выступлении. Я знаю, что каждый исполнитель нервничает, ведь он может четко спеть эту песню. Но чтобы вот так передавать эмоции, напрягая свой лоб вместо шеи, свои глаза вместо рта, вот этим профессионалы и отличаются, потому что могут себе это позволить. Он может полностью отдаться этой песне и при этом оставаться идеальным в техническом плане. Также я хотел бы сказать вот что. Посмотрите, как его лицо освещается светом. Нет ни капельки тени на носу, пока он не повернет свое лицо. Но угол его лица вот тут. Вот здесь он ловит тень. Синий цвет снизу освещает его вот здесь, на линии подбородка. Это не только определяет черты его лица, когда оно теряется в темноте, и дает нам границу его лица, но также это усиливает это чувство скорби. Это типа такая тень, которая витает над ним, даже когда он в состоянии покоя. Я думаю, что это очень тонкий, очень чуткий и прекрасный эффект. Возвращаемся под голландский угол. Туман – это тоже приятный штрих. Какой прекрасный кадр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я реально не хочу останавливать это. Извините, но мне нужно сказать вам кое-что. Мы вернемся на 20 секунд назад. Когда он поет, не хочу как-то исковеркать то, что он произносит. Извините меня, я никого не хочу обидеть. Вот такие движения ртом. Можно увидеть, как он выталкивает это через гортань. Очевидно, поддерживая это своей диафрагмой. Издавая это, он придает рту такую форму. А потом он резко закрывается, вместо того, чтобы прекратить подачу воздуха. И это очень нежно и красиво. Хотя технически это неправильно. Но все это сделано на эмоциях. Он поет это всем своим нутром. Субтитры сделал DimaTorzok Свет поднимается. Свет поднимается. Очень мощно. Очень и очень сильно. Я думаю, что сказал все, что было нужно. Это было очень эмоционально. Это было по-настоящему. И ему удалось сохранить аутентичность. Он просто хотел передать все, что он чувствует. И публично попрощаться с этим человеком. Я думаю, это было потрясающе. Это было чудесно. Спасибо вам большое за эту рекомендацию. Я знаю, что есть еще куча запросов. Мы обязательно все посмотрим, потому что он просто великолепный. Увидимся в следующий раз. Следите за осанкой. Пейте больше воды. И будьте здоровы. Всем спасибо за внимание. Я думаю, комментарии здесь излишни. Сейчас я работаю над переводом новой реакции. Поэтому в скором времени ожидайте. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok